здравствуйте всем всех всех поздравляю со светлой христовой пасхой и вот я где нахожусь мой кошка кошка сегодня утром подоила пол шестого не хочет есть как вечером поел выпил он почти два литра но говорят у маленьких телят новорожденных они по полтора литра всего у них сычок по моему сычок сразу у них идет пищевод и сразу сычок а в рубец не попадает это когда они после трех месяцев тогда у них уже рубец начинает действовать и что ты жулик стояла тут стояла утром не хочет есть прыгает прыгает думаю распрыгаешь значит козлыкает значит это значит не голодный а сейчас чё чё ты встал госик теперь я твоя мама да теперь ты будешь отзываться теперь я приду и ты будешь ко мне бежать до жулик ты такой ты такой юлик такой усастый 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 чё ты стал мычал сегодня как бычок прям как настоящий да а сейчас мимо подошла к нему поворачиваюсь уходить а у нас же вот тут такой а тут смотрю змейка ползет прям такое ощущение ну правда небольшая сантиметров 30 видимо молоденькая такая прям медянка наверное прям такая блестит на солнышке прям раз так вот здесь вот где-то на а вот тут вот где-то раз и в этот забор в этот и ушла они тут все на найти змеи все в этих вот в таких у нас такие заборы здесь ветки вот муж складывает и за делать забор вот такой первый раз вот сколько живу на кавказе сколько 16 лет первый раз вот так вот увидела я вообще так вижу что где-то то хвост мелькнет тоже шуршит где-то а чтобы вот так увидеть первый раз увидела кошек чтоб тебе тут не приползли да ой день сегодня какой вот так вот как ты умеешь да гоша и так умеешь и сегодня пасха праздником тебя гоша ну ладно оставайся с богом чуть попозже надаю тепленького тебе молочка и накормлю тебя а пока бегай а то есть ты какой не хочешь есть я ему пальцы 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 из ведра он не хочет а первый раз вчера проголодался до кух чуть не палец не откусил до тизюлик такой мордёха покажи свою мордёжку покажи свою мордёжку покажи мордёжку свою ух ты тут вот он на тебя теперь буду смотреть под ноги а то вчера вечером привели сюда нашу собаку да рыжий чё тебе тут не нравится лежит всю ночь гавкал мы прям в час ночи вставала я доила а до этого приходили смотря это весь вечер гавкал а тут вот вот тут вот у тропа вот туда вот дальше по берегу реки тропа у шакалов и вот они все это видимо ходили мимо и мы его специально вот собаку привязали чтобы он отпугивал шакалов этих да рыжий молодец ты сегодня сторожил бычка нашего да хозяйство наше сторожишь сейчас я тебе кушать принесу не нравится ему тут да скажи там кошки бегают я гавкаю а тут сижу скажи ну ничего посидишь пока теленочек подрастет ой все кругом цветет ой ти боже мой ой ти боже мой жалуется чего ты жалуешься сегодня день опять будет жаркий вчера был жаркие футболки ходила пока два часа за коровы это перегрелась аж а это у меня малина я ее хорошо водой залила и замульчировала соломой ничего так у нас морозы даже сегодня чуть-чуть заморозок был даже так что у нас там яблоня только-только начинает вот это вот а это вот слива и вот там тоже сливы беленькие вот где это тоже сливы такая большая глива ее называют здесь не чернослив а просто слива такая большая глива это вишенка цветет сейчас покажу пока иду домой сниму это тоже а солнце прям это тоже все сливы у нас здесь большие такие гливы так с виноградом еще ничего не делали никогда вчера как сумасшедшие носились сегодня уже это вот тоже у нас слива слива абрикосы отцвели уже цвели цвели ударил очень сильный мороз был прям сильный мороз и цвет облетел вот и я вчера говорила в видео терин тоже думаю только зацвел дня два по это мороз сильно ударил и все это вот вишенка у нас тоже цветет это тоже вишенка а сейчас покажу вот так где бы пройти ой теперь под ноги буду смотреть вдруг где змейка опять они сейчас весной просыпают да недавно она же проснулись то там то там будут шнырять а вот это вот у нас ирга ирга в этом году вообще будет он пчелки летают это мы в александровском там районе были брошенные сады есть мы там набирали черешню абрикосы и вот увидели иргу он какая красавица я так удивилась оказалось это наоборот кавказская пахнет непонятно каким-то таким медовым я думала это только в сибири ирга оказалось это вообще ирга это кавказская кавказский кустарник или дерево кустарник скорее всего и вот еще у нас есть высокая растет вот тоже вылезла еще не цвела еще будет зацветать только вот это у нас вот это вот уже чернослив и вот это все что белое это тоже все здесь черносливы молодняк он уже вылез у его соседи как раз как это это что у них там у них там вишня вишня цветет у них такая вишня там вообще так что у нас тут еще до этой стороны еще никак не могу добраться но это все уже теперь после пасхи это тоже у нас это простая глива а это уже отцвел нас фундук он самый первый зацветает тот самый первый еще не даже кизил не цветет а фундук уже зацвел так что у нас тут еще показать это мы еще не пахали тут такая земля мокрая от ручья а у нас вот еще я сюда хочу хорошо перегну и побольше навозить вот только начала сюда на нас штучек 6 тачек привезла а вот наша груша ох она цветет она каждый год цветет хорошо главное она не попала под мороз вот что главное кизил уже вот отцветает уже все уже все уже вон какие месяц целый целый месяц держится цвет а может еще больше держался если бы и наверно не морозы хотя ему морозы не страшны вот груша какая как она у нас быстро выросла вообще вот а здесь у нас целый рядочек были тут раньше огромные деревья ну они старые уже стали мы их выпилили и вот остался у нас чернослив вот это растет вот эту паразитку мы так и никак не можем прогнать из копания так она нам и бурдулит целыми днями вода он грязная самого утра сейчас карантин блин не доехать никуда никакие хозяйственные магазины не работают или бы надо говорят такой вот как от пугивитель от этих от кротов включить тогда он может быть поэтому я редиска тоже замерзла замерзла вообще вот отходит сейчас поэтому вчера посадили кабачки половинку и половинку туда тыквы потому что здесь земля такая хорошая вот для тыкв и для кабачков у нас там целое поле вот где за огородами там тоже их картошку половина посадили посадила а половина тыквы ну и чуть кабачков а вот здесь вообще здесь и поливать не надо здесь так хорошо растет все поэтому вот здесь у меня еще пока пустая земля там в конце чуть передиск нет редька выросла соседка вчера вон по моему помидоры со сеяла здесь я опять от начала вот от кизила до самого конца посела свеклу тоже все поливать надо а это вот у меня ремонтантная монтерей клубника грядочка одна здесь у меня серия грядочка а это азия ну а это моя 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 клубника которую я сюда посадила вот уже третий год ей будет хорошая я ее поливаю периодически и вот я раз два три четыре грядки в прошлом году осенью а это вот у меня две грядки джулия в этом году вот весной посадила выписала которые я у женщины из ростовской области а это у меня грядочка купчихи вот весной тоже я выписывала у нас краснодарском крае есть такое о уже цветочки надо обрывать зубцов сергей зубцов вот я там в чате в группе в одной ватсаповской уже не помню про клубнику что-то там вот я увидела что он продает и выписала у него 40 а он мне 50 прислал кустиков 50 рублей кустик один вот этот джулия 25 рублей кустик я их 100 штук выписывал так что еще тут показать на это вот это вот на кроме вот этого абрикоса это не наше дерево это соседское а вот эти все что цветет и вот кизил все по меже это все наши деревья это кизил а вот там цветет чернослив тоже вот что еще тут у меня пустое место это не будет вот помидоры я тоже желаю здесь помидоры посеяла три пачки у меня купила вот посмотрю как все поливать надо это мне уже чеснок вот такой заросли заросли привет мари воистину воскрес сейчас покажу какие цветы у меня выросли это петрушка буйствует это гвоздика тут этот тельфиниум оставила везде выдрала его оставила только тут лилии рядок а это гладиолусы это вот этот лук декоративный такими сиреневым шапками вот у меня тут вот такие тюльпаны гиацинты уже все попали под мороз и замерзли все а это тоже тюльпаны тут белые и вот там пиона видны и там вот тоже белые пиона видны и красивые потом расцветают так красиво вот тоже пожалуйста тюльпаны попали под мороз подмерзли а вот эти самые первые были как раз перед морозом расцвели и все их жахнул мороз и вот эти тоже а вот желтые а вот этим розам нипочем мороз и капуста у меня там подмерзла вот у меня красавцы такие красивые ой такие красивые там кто попал какой то то ли пчела то ли жук такие красивые ой а еще вот лиленики какие то не знаю как они называются тоже вот расцвели нарциссы тоже попали под этот как его зовут вот я рос по на это понасажала нарциссы попали под заморозки и вот все дня два наверное всего цвели и все и попали под заморозки яблоня зацветает ох молодец вот первое еще нигде яблоня не видно стук цвели а это уже зацветает у нее кстати яблочки первые вот самые первые которые я начинаю есть такая она ранняя ранняя тут у меня гайлардия растет еще еще клумбу не разделала о лук зато какой 1 1 марта я его посадила семейный лук скоро цыплятки начнут выводиться и будем лук крошить поливать все надо поливать поливать и поливать и поливать вот гриба цветет тоже нынче много будет дай бог да не попала она под мороз значит будет так что вот такие у нас дела вот такая у нас красота вот такая у нас паска всех еще раз с праздником и до свидания до новых встреч субтитров